Всем привет! С вами Ольга и вы на канале Швейный Советник. У нас сейчас стоит какая-то очень странная погода. Мне приходится осенние вещи вам показывать дома с включенным кондиционером. Жара на улице просто несусветная. Где-то с конца августа и до сегодняшнего дня за 30 просто вообще солнце испепеляет. Поэтому что есть, то есть, приспосабливаясь к ситуации. Сегодня вам хочу показать два анарака. Сейчас на мне трикотажный анарак, сшитый из футера двунитки. И вот у меня второй экземпляр. Это я сшила для себя, это я сшила для дочки. Конечно же, я уже готовлюсь к осени, как бы жарко не было. Холода наступит, ненастья наступит и надо быть к этому готовым. Подробно я буду показывать пошив именно вот этого анарака. Он сделан из плащевки локер с эффектом замши. Ткани я покупала в своем любимом магазине Sewing Love. Ссылку на этот магазин я, как всегда, оставлю для вас в описании. И не забудьте, что по промокоду советник в этом магазине вы можете покупать ткани более выгодно, то есть со скидкой. Оба эти изделия сшиты по одной и той же выкройке. Дочка любит очень оверсайз. Я люблю изделия с небольшой свободой, комфортные, но такие же прям громадные балахоны я не люблю. Это у нас 42 размер. То есть я ношу 48. Сейчас на мне 42. И я не сказала бы, что он тесен или как-то сковывает движения. В общем, если вы решите шить такой анарак из футера, если вы не любите большого оверсайза, берите себе выкройку. Ну, немножечко поменьше на размер, на 2 или даже, как я, на 3 размера. Вы думаете, я самостоятельно прям снимаю это видео? Ничего подобного. У меня есть строгий режиссер, который периодически тут качует по моему рабочему столу. Ну, где помогает, где подскажет, где поможет. В общем, все, что от него зависит, он делает. Выкройка это с сайта EasySeum. Ссылку я оставлю для вас в описании. Там большой размерный ряд. По-моему, выпустили выкройки вплоть до 70 размера. А если учитывать еще и свободу облегания, то и на более объемные фигуры вы можете подобрать себе выкройку. Технологически в пошиве этого изделия нет ничего сложного. Мне кажется, с ним справится даже новичок. Здесь должна быть аккуратность в выполнении некоторых моментов. И вот конкретно на этом анараке из плащевки Locker я показываю самые важные, на мой взгляд, технологические моменты изготовления. А именно, я показываю выполнение кармана. Также я показываю, как выполнить кокетки. Немного рассказываю о капюшоне и подробно останавливаюсь на выполнении манжет. Плащевка эта шьется легко. На особенностях работы с ней я также буду останавливаться в этом мастер-классе. Если на просторах ютуба с моим каналом вы встретились впервые, рекомендую нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Тогда вы точно не пропустите новые мастер-классы. У меня на осень большие планы. Я уже анонсировала, что буду шить рубашку. И все проголосовали, чтобы я показывала все узлы и полностью порядок сборки. Конечно, для меня это будет сложнее. Увеличивается объем съемок, увеличивается объем монтажа. Естественно, я потрачу на этот мастер-класс больше времени. Но я не могу отказать своим любимым зрителям и подписчикам. Поэтому, пошив рубашки, я буду показывать полностью. Также в магазине Sellin' Love поступили в продажу шикарные курточные ткани. Это плащевки с виниловым эффектом. Видите, у них такая глянцевая поверхность. Они очень приятные, сочные оттенки. Из этой плащевки я буду шить куртку на среднюю осень. То есть курточка будет на утеплителе. В одном из следующих видео я покажу подробный обзор этой плащевки. А также покажу выкройку куртки, которую я и буду шить. У вас есть время подготовиться, для того, чтобы шить вместе со мной. А теперь приступаем к работе. Поехали! Шить этот анорак я буду вот из такой ткани. Это курточная ткань с эффектом замши. То есть, видите, с поверхности она выглядит такой вот хлопковой, немножко ворсистая. А с изнанки это обычная плащевая ткань. Она пластичная, мягкая. Изделие у меня достаточно большого объема. И именно эта ткань не будет стоять колом, а будет мягко обтекать фигуру. Ткань с хорошими водоотталкивающими свойствами. Вот видите, я выливаю воду. Она не впитывается, она вот скатывается по ткани. Не знаю, насколько такой водоотталкивающий эффект сохранится у этой ткани после стирки. Но будем надеяться, что он не пострадает. В общем, получится у меня изделие на теплую и дождливую погоду. Так как это тонорак большого объема, я думаю, что под него можно будет что-то пододеть и носить его и в более прохладную погоду. Ширина у этой ткани стандартная 150 см. И это без учета вот этих лохматых кромок. То есть чисто рабочая поверхность, ширина 150 см. Расходы в длину, естественно, будет зависеть от размера, который вы шьете. У меня здесь плащевки 2 метра. И шить я буду 42 размер. Надеюсь, что впишусь безо всяких проблем. Для внутренних кокеток я взяла вот такой рубашечный хлопок в клеточку. Он неплохо сочетается с основной тканью, с ее изнанкой. И мне хочется кокетки сделать немножко более такие плотные и комфортные в носке. Все-таки хлопок к телу приятнее, чем внутренняя поверхность вот этой полиэстеровой плащевки. Выкройка изделия с сайта Изи Сью. У меня 42 размер, на рост 158. В основной выкройке я менять ничего не буду. Возможно, изменю длину манжет по низу рукава и по низу изделия. Ну, это, в общем-то, совершенно простая манипуляция. Я это буду делать на этапе, когда соберу основное изделие, померю, и тогда уже будем решать. Дело в том, что в этой модели нижний манжет и манжеты рукавов на резинке. Возможно, я не буду делать такую густую сборку, а я просто уменьшу манжеты по длине, соответственно, мерки обхвата бедер и обхвата кисти, и сделаю сборку не такую густую. Выкройка эта собралась легко. Здесь, видите, есть очень хорошие метки совмещения. Здесь есть все необходимые рассечки. Также на сайте есть инструкция в фотографиях по сборке этого анарака. Но думаю, что видеомастер-класс будет более информативный. В раскрою здесь нет ничего особенного. Краим по общим правилам. Так как есть уже припуски, детали можно укладывать вплотную друг к другу и сделать раскрой максимально экономно. Единственное, что мне пришлось здесь сделать, я посекла кромку для того, чтобы она не затягивала основной материал. Просто через каждые 10-12 см я разрезала кромку вот до этих дырочек. И она теперь лежит ровнее. Все детали из основной и внутренней ткани я подкроила. Слекала кармана, скопировала линию отстрочки. Вот, положила кусок кальки и просто скопировала, как у меня пойдет линия отстрочки. Это для того, чтобы мне карманчик удобнее было размечать под отстрочку. Не кроила манжеты и решили не делать клапан между верхней и нижней деталями полочки. Клапан чисто декоративный и дочка решила, что он ей не нужен. На кусочки попробовала эту ткань поутюжить и приклеить кромку, потому что входа в карман 100% нужно стабилизировать. Ткань утюжится вполне нормально. Вот это замшевое покрытие сверху не страдает. Единственное, что, как всякие синтетические ткани, она не очень хорошо держит за утюженную форму. Поэтому, где только возможно, я буду делать отстрочку. Клеевая держится хорошо. Ее можно оторвать. Достаточно усилия нужно приложить большие. Порядок сборки здесь может быть различный. Я начну с кармана. Продублировала входы в карман клеевой кромкой. Если вы будете работать конкретно с этой тканью, обратите внимание, она садится под действием пара. На тестовом кусочке это было незаметно, потому что у нее нет фиксированных размеров кусочек до кусочек. Здесь я проверяла, что в принципе можно приклеить клеевую кромку. А сейчас проверяю по выкройке карман. И немножко у меня деталь подсела. Пара миллиметров по каждому срезу. То есть она в середине уменьшилась. То есть для себя я делаю вывод, что при пошиве этого нарака утюг мне придется использовать очень-очень осторожно и буквально вот минимально. Только в тех случаях, когда вообще без него не обойдешься. Еще момент. Когда проклеиваем вход в карман, деталь должна быть согнута пополам. То есть мы сначала одну сторону прихватываем, проклеиваем, переворачиваем. Здесь накладываем клеевую кромку. И вторую сторону прихватываем, подклеиваем. Чтобы у нас детали, если и изменится в размерах, чтобы это произошло у нас симметрично. Чтобы не получился карман в итоге перекошенный. Чтобы мы вообще не сможем его наложить на изделие. От проколов на этой ткани остаются едва заметные следы. То есть со строчкой линейка здесь не поработаешь. И скалывать детали также нужно аккуратно. Ставить булавки только на припуске. Когда я делала подобную модель анорака из футера двух нитки, здесь конечно таких предосторожностей не потребовалось. Ткань прекрасно реагирует на утюг. Вот у меня обработан вход в карман. Но так как трикотаж у нас податливая ткань, чтобы в процессе пришивания кармана у меня тут ничего не потянулось, не повело. Я проклеивала весь припуск кармана от низа и до верха. И вот так выглядит карман на трикотажном изделии. Но если свойства футера двунитки в принципе схожие, то плащевки у нас бывают совершенно различного качества. Поэтому очень четко нужно перед пошивом определиться, насколько ткань вообще может принять на себя влажно-тепловую обработку. Насколько интенсивно мы это можем делать. На припуск я себе поярче перенесла расположение рассечек. Проверила, что на правой и левой половине кармана они у меня совпадают. И теперь вот этот участок входа в карман нам нужно оформить с закрытым срезом. То есть я его буду подгибать и настрачивать на 5 мм от сгиба входа в карман. Здесь конечно можно по-разному сделать, но у меня ширина лапки на промке 5 мм. Поэтому я буду делать так, как мне удобно по лапке на моей машине. Вход в карман обработан. Складываем деталь вот так пополам, прижимаем пальчиком, отгибаем. Смотрим, что начало и конец строчки у нас на одном уровне. И ширина строчки одинаковы на правой и левой половинке. Дальше по лицу я просто продолжу эту строчку до верха кармана и до низа кармана. Здесь припуски у меня с закрытым срезом обработаны. А выше и ниже входа в карман они будут просто отогнуты наизнанку. Ткань не сыпучая. И дополнительно как-то обрабатывать эти срезы я не буду. Первая строчка у меня проложена. Получается единая линия, несмотря на то, что я ее делала поэтапно. Мне так просто было удобнее. Вот у меня стоят отметки входа в карман. И теперь между отметками я сделаю отстрочку на 1 мм от сгиба кармана. Эту отстрочку можно строго сделать от отметки до отметки, а можно на пару стежков перейти. Тогда у вас будет точно задано направление, на каком расстоянии от сгиба настрачивать сам карман на изделие. Теперь можно настрачивать подготовленный карман на деталь полочки. На выкройке у нас есть рассечки, определяющие положение кармана на полочке. Не забываем их перенести на детали кроя. И при накладывании детали кармана на эти рассечки как раз мы и будем ориентироваться. Также неплохо сделать рассечку по середине нижней детали полочки и по середине кармана. Карман лежит на нижней детали полочки, весь совмещен по рассечкам. И теперь настрачиваю карман на деталь полочки. Прокладываю строчку до входа в карман и ниже входа в карман. В итоге вот эта отстрочка, которая идет на миллиметр от сгиба, должна у нас представлять собой единую линию. После этого по припуску настрачиваем карман на нижнюю деталь полочки. Была бы ткань не такая капризная, можно было бы еще булавками закрепить по линии середины полочки. Здесь где-то по площади кармана сделать фиксацию булавками. Но так как остаются следы, этого сделать невозможно. То есть надо, чтобы под машиной все лежало максимально ровно и никуда не съезжало. Здесь единственное, что можно еще сделать, это поставить вот так булавки параллельно срезу в линию будущего шва. В этом случае проколы видны не будут. Вот посмотрите, в результате всех моих махинаций получилась ровная строчка. Даже не скажешь, что я ее прокладывала по отдельным участкам. Нормально обработан вход в карман. Здесь ничего не тянется, все стабильно, нет лишних проколов. Получилось аккуратно, так как я хотела. Там, где у нас отметки входа в карман, я поставлю поперечные закрепки. Карман мой практически готов. Кто любит большие объемные карманы, на этом этапе может остановиться. Получился огромный карман кенгуру. Но я сделаю все как по модели. И на кармане сделаю еще отстрочку. То есть вот этот большой карман у меня будет разбить на два кармана. Правый и левый. Для того, чтобы отстрочка получилась красивая и симметричная с двух сторон, с основной детали кармана я скопировала линию этой отстрочки. Совмещаю отметки входа в карман на этой скопированной детали с отметками входа в карман у меня на изделие. И черчу себе линию, по которой я буду делать отстрочку. И теперь первую строчку я буду прокладывать по размеченной линии, а вторую на 5 мм кнаружи. Первую строчку по линии я проложила. Здесь можно оставить одну строчку. Можно сделать как на модели. Задумано две строчки. Можно три. Можно как-то покреативить. В общем, любой каприз вы можете реализовать. И сделать так, как вам нравится. Карманчики готовы. Все отстрочено. Отстрочка получилась ровная и красивая. Мне нравится. Можно сказать, что самая филигранная часть работы в этом инораке у нас закончилась. Дальше также порядок будет разный. Я сейчас буду соединять кокетки на спинке. На детали кокетки и на детали спинки также есть метки совмещения. По ним я сделала рассечки. Сейчас буду соединять все по рассечкам. И также не забудьте сделать рассечки по сгибу. Отметьте линию середины спинки. На деталь спинки лицом к лицу я приколола внешнюю кокетку. Лицом к изнанке приколола внутреннюю кокетку. И теперь буду стачивать одной строчкой, пришивая сразу обе кокетки к детали спинки. Дальше я решила так сделать, чтобы у меня этот шов не получился очень жестким. Каждый шов – это у нас ребро жесткости. Несколько хочется, чтобы здесь кокетка помягче лежала по спине. Я вот так разложила припуски. То есть, получается, припуски из плащевки идут на кокетку, а припуски внутренней кокетки идут на внутреннюю кокетку. И теперь я буду с лица по кокетке делать отстрочку на 2 мм от русла шва, одновременно фиксируя припуски. Одну линию отстрочки я сделала. Теперь смотрите, плащевых припусков два. Внешний я отгибаю, а внутренний подрезаю. Ну, чтобы осталось пара миллиметров до строчки. Потом я его накрываю внешним и делаю вторую линию от строчки на 5 мм от первой. Вот и вторая строчка проложена. Шов получился неплотный. Припуск надежно закреплен. И внешний вид очень даже симпатичный. Внутреннюю кокетку также можно настрочить на ее припуск, для того, чтобы вот это место не утюжить. Деталь спинки у меня готова. Вот так она выглядит с изнанки. Так она выглядит с лица. И теперь приступим к капюшону. Это у меня капюшон и деталь обтачки капюшона. Капюшон выкроен со сгибом, как и положено. Обтачка со сгибом у меня ткани не хватила, не нашла где расположить. Поэтому она будет стачена из двух половинок. То есть на выкройке вот здесь сгиб по линии середины полочки, а у меня здесь сделан припуск. То есть я сейчас собираю обтачку из двух частей, растрачиваю припуски шва на обтачку, собираю капюшон вот по этому срезу. Также здесь есть все необходимые рассечки для правильного совмещения. Вот это отметки, где делать петли под шнурок. Я их разметила, но петли пока делать не буду. Хочу это сделать уже после примерки капюшона. На обтачке припуски я расстрочила, и теперь их можно срезать наполовину. Вот этот шов на капюшоне дальше обрабатывать можно по-разному. Я просто обметаю этот шов на оверлоке, и затем с лица настрачу на какую-то сторону. В этом варианте трикотажного анорака, видите, я закрыла этот шов киперной лентой. Трикотаж пластичный, мне удалось очень ровненько выутюжить припуск, и хорошо он выложился по капюшону. Киперная лента также пластичная, хорошо поддается формовке утюгом, поэтому здесь вот обработка получилась такая достаточно креативная. Мой новый оверлок порадовал меня отличным качеством шва и на этой ткани. Я обметала шов стачивания детали капюшона, и также сразу обметала обтачку капюшона. Теперь лицевую часть капюшона нам нужно обработать обтачкой. Обтачку лицом укладываем на лицо капюшона, совмещаем все по рассечкам и притачиваем. К верхнебоковым частям полочек пришиваем внешнюю и внутреннюю кокетку. Делаем это аналогично тому, как мы делали на спинке, соответственным образом и оформляем. То есть даем такие же отделочные строчки. Далее я собрала плечевые швы. Причем на внешней и внутренней кокетке я это буду делать по отдельности. Вот посмотрите, на внешней кокетке он уже собран. Здесь сделана отстрочка, такая же, как на всем анораке. Вот у нас внутренняя кокетка полочки, внутренняя кокетка спинки. И я должна эти кокетки сложить лицом к лицу. Аналогично, как мы пришиваем внутреннюю кокетку на мужской рубашке. И отдельно стачиваю внутреннюю кокетку. Затем шов можно разутюжить, можно его дополнительно расстрочить, чтобы припуски там внутри не болтались, не заворачивались. Я собираю таким образом, чтобы сохранить пластичность изделия в области плечевого шва. Здесь он достаточно стабильный по свойствам ткани, потому что здесь строчка от строчки. То есть он достаточно такой крепкий. Но я не хочу, чтобы он был жесткий, поэтому не стала соединять в плечевом шве 4 слоя ткани. Я соединила по плечевому шву внутреннюю кокетку, швы расстрочила. Теперь я внешнюю и внутреннюю кокетки совмещаю по плечевому шву. Ставлю здесь булавочку и соединяю детали в единую. Для того, чтобы при втачивании рукава здесь ничего у меня не рассыпалось. Дальше, чтобы мне сделать примерку, я хочу сюда вшить капюшон. Потом стачать полочку с нижней частью, то есть пришить сюда деталь с карманом. Вшить рукава. И после этого у меня анорак будет готов к примерке. Все эти этапы, они достаточно простые. Здесь нет никаких технологических заморочек. Самое главное, точно и аккуратно стачать детали, совмещая рассечки. Для вот этого анорака из плащевки с эффектом замши подвязы мне подобрать не удалось. Они отличались по оттенку. Мне не хотелось сюда добавлять никакие дополнительные цвета. Поэтому манжеты я выкроила из основного материала. Но я их изменила. В оригинале длина манжеты равна длине нижнего среза. И по низу изделия, и по низу рукава. И манжет идет под резинку. И тогда по манжету получается очень густая сборка. Нам такой вариант не понравился. Поэтому я манжет немножко переделала. По низу изделия я взяла длину манжета. Обхват бедер плюс 4 см. И на примерке мы увеличили его ширину. Вот у меня собран манжет. По низу изделия я сделала сборку и присобрала изделие до длины манжета. Для того, чтобы после притачивания манжета изделие не перекосило, я совместила середину передней части манжеты с серединой полочки. Совместила боковые швы на манжете с боковыми частями изделия. И сборку распределила равномерно. И по низу изделия мы в манжет решили резинку не вставлять. То есть изделие будет чуть присобрано, но манжет будет свободно облегать бедра. На вот этом трикотажном монораке я делала манжеты из рябаны. Очень точно подобрали по цвету. Видите, даже вообще не отличаются оттеночки точь-в-точь. Я просто пересчитала манжеты по коэффициенту растяжимости и пришила их на оверлоке. По рукаву длину манжеты я взяла обхват кисти плюс 2 см. Ширину также мы определили на примерке. И в этот манжет будет вставляться резинка. То есть сейчас мне нужно проложить строчку по припуску низа рукава и присобрать рукав. Толщина здесь у деталей небольшая, поэтому я шов на манжете буду совмещать с нижним швом рукава. Смещение делать не буду. Сейчас еще посмотрю, какой ширины резинки у меня есть в наличии. Скорее всего резинку шириной 6 см я у себя не найду. Поэтому по манжету я выстрочу кулиску под резинку, для того, чтобы в изделии она там потом не ерзала. И вот оставила отверстие по шву стачиванию манжеты, для того, чтобы сюда эту резиночку вставить. Ширина резинки у меня 25 мм. Кулиску под резинку я выстрочила 30 мм, чтобы она там не сворачивалась и свободно располагалась. Резинка, не удивляйтесь, взяла бельевую. Она мне нравится по плотности и она не будет внутри сворачиваться. Резинку я буду вставлять уже, когда пришью манжет к рукаву. Для того, чтобы манжету к низу рукава притачать и сборка была равномерной, вот я сложила по шву стачиванию манжету пополам. Сделала себе здесь метку совмещения, рассечку. И такую же метку совмещения я сделаю по рукаву. То есть вот он у нас, нижний шов рукава. Я рукав складываю и нахожу его середину. Слои манжета я скрепила между собой, проложила вот эту строчку по припуску. По низу рукава я проложила строчку для сборки. Причем я ее сделала не в круговой, а из двух частей. Одна строчка идет от шва рукава до отметки по низу рукава. Вот рассечка, видите? А вторая строчка идет от рассечки и опять до шва рукава. То есть когда я вколю манжет по ключевым точкам, у меня каждая часть рукава будет собираться отдельно. Рукав вывернут наизнанку. Вовнутрь я вложила манжет. И вот у меня сколота. Совмещен нижний шов рукава и шов на манжете. И совмещены отметки середин. И теперь очень легко, потягиваясь за ниточки, я каждую часть рукава буду собирать к своей стороне манжета. Равномерно распределяя сборку. Здесь самое главное тянуть без фанатизма, чтобы не порвалась ниточка. Когда уравняю срез рукава по манжете, поставлю несколько промежуточных булавок и буду пришивать манжет на швейной машине. Швы потом обработаю на оверлоке. Если вы будете делать манжеты не за рукава, не за изделие, так как это написано на сайте, то есть у вас размер манжеты будет равен размеру рукава внизу, например, то никаких подобных действий вам не потребуется. Вот я втачала манжет, это вид с изнанки. Видите, припуски я еще не отметывала. Вот эта строчка, это которой я присобирала рукав, а вторая строчка, это строчка притачивания манжеты к рукаву. Если вы обратите внимание на эту сборку, видите, она очень равномерная. Вот так выглядит пришитый манжет с лица. Вот, видите, кулиска. Сюда я буду вставлять резинку. Благодаря тому, что рукав собирался отдельно, а манжета рассчитывалась по обхвату кисти, она будет выглядеть в изделии, после того, как вставим резинку, более изящно. И последнее, что я здесь сделала, это после примерки разметила петли и выметала их. Вот конкретно для этой плащевки локер, для стабилизации петель, чтобы у меня все тут получилось хорошо и ровно, я использовала кусочек той же плащевки. Сейчас она у меня уже обрезана по петле. Я сюда накладывала вот такой кусочек прямоугольный, фиксировала булавками и выметывала петли. Также для петель, для лучшего их качества, я использовала отрывной стабилизатор для машинной вышивки. Место под петли клеевым материалом я в данном случае не дублировала, потому что я уже говорила ранее, что эта плащевка деформируется при приклеивании дублерина. При прорезании петель не забудьте себе у конца петли поставить обязательно ограничитель, чтобы не резануть случайное изделие. Я петли прорезаю распарывателем. Если вы прорезаете петлю ножницами, возможно, вам этот ограничитель и не потребуется. И последнее, что осталось сделать, это настрачить обтачку капюшона на капюшон и продеть сюда шнурок, установить на него фиксаторы. Обтачку я буду настрачивать с изнанки. И строчка у меня пойдет в основании оверлочной строчки. Если это видео вам понравилось и оно было для вас полезным, мне будет очень приятно получить ваши лайки и комментарии. Встретимся в следующих мастер-классах. С вами была Ольга и канал Шлем и Советник.